Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы попали на канал «Модные истории» с Натальей Ксенчак, где узнаете большое количество интересной информации, связанной с миром моды. Например, недавно большой съемочной командой мы отсняли крутой ролик о дресс-коде рестлеров. В нем вы узнаете о том, кто такие рестлеры, в чем им можно выступать на ринге, а в чем категорически нельзя. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Если я предложу вам представить себе модного эксперта, скорее всего, в вашем воображении всплывет образ женщин модельной внешности, стройных, ухоженных, чья одежда настолько продумана и безупречна, что не оставляет сомнений в их вкусе. И, конечно же, они обязательно следят за трендами. Например, почти все стилисты в ютубе и инстаграме, которые вещают нам с вами о модных правилах, выглядят примерно одинаково. Они обязательно носят брючные костюмы, причем брюки непременно должны быть укороченными, а в их профиле можно увидеть все последние тенденции. Люди, о которых я расскажу вам сегодня, сильно отличаются от этого воображаемого образа, который вы можете себе представить при слове «модный эксперт». Это женщины, чей стиль может быть непонятен, и большинство безграмотных людей могут назвать его безвкусным. Многие из них не вкалывают себе ботокс, чтобы разгладить морщины, они не накачивают себе губы и вообще могут даже не сидеть на диетах. В общем, они очень далеки от идеала красавицы или хотя бы модницы. Итак, сегодня я вам расскажу о пяти модных экспертов, глядя на которых вы можете подумать, что неужели этот человек диктует моду, неужели он вообще каким-то образом связан с миром моды. Но это действительно так, и если вам интересно, то давайте уже начнем. Франко Сацани. Франко Сацани, главный редактор итальянского УОК с 1988 по 2016 годы, бессменно носила романтичные светлые кудри, которые помогали создавать женщине романтичный образ Рапунцель. Она всегда следила за своими волосами и, пожалуй, была слишком мила для акулы модной индустрии. Глядя на фотографии Франко Сацани, можно сказать, что она одевалась элегантно – приталенные платья и пальто, юбки-карандаши и струящиеся юбки в пол. Женственно, непритязательно и всегда очаровательно. О своем стиле одежды она писала так. «Мой стиль – это смесь старых и новых вещей. Мне не нравится носить слишком узнаваемые лейблы. По этой причине я люблю винтаж. Я люблю мешать вещи разных дизайнеров так, что в конце концов наряд не выглядит дизайнерским». Кроме того, она совершенно не любила сумки и предпочитала носить все необходимые вещи в карманах, а из украшений предпочитала только серьги. Некоторые считают, что Франко Сацани до самой смерти, а умерла она в возрасте 66 лет от рака легких, пыталась выглядеть как юная девушка, но при этом она не прибегала к пластической хирургии. Ее моложавый вид – результат хорошего ухода за кожей, а главный секрет ее красоты – улыбка и позитивный настрой. Посмотрите на фотографии Франки Сацани, ее практически невозможно увидеть без улыбки. Донателло Версачи. Говоря о том, что героини сегодняшнего ролика не увеличивают губы и не колют ботокса, я не имела в виду итальянского модельера, главу дома Версачи и сестру основателя известного дома Донателло Версачи. Внешность этой женщины некоторых ужасает, лицо напоминает застывшую маску, губы уродливо надулись. В общем, все указывает на чрезмерное злоупотребление услугами пластического хирурга и косметолога. Вдобавок ко всему, женщина делает броский макияж «Смоки Айс», превращая глаза в пустые черные глазницы и привлекая к лицу еще больше внимания. Даже несмотря на то, что Донателло Версачи имеет стройную фигуру, ее руки следовало бы спрятать, старческая кожа на них пугающе обвисла. Наряды модельера, в которых она позирует фотографом на мероприятиях, тоже часто вызывают недоумение. Порой она выбирает платья без рукавов, которые подчеркивают массивные плечи. Некоторые наряды сами по себе вызывают множество вопросов. Ну, например, что за нелепые желтые платья или комбинезон в стиле «звездочет»? Вы можете спросить, и как эта женщина, которая не имеет реального представления о своей внешности, выглядит ужасно и не умеет скрывать свои проблемные зоны, ну как она может диктовать моду? Все дело в неуемной энергии Донателлы и ее желании усердно трудиться. Именно благодаря ее стараниям бренд Версачи до сих пор находится на лидирующих позициях модной индустрии. После смерти Джани Версачи она решила, во что бы то ни стало, продолжать дело брата. И хоть поначалу ее творчество критики воспринимали прохладно, Донателла смогла добиться признания. Лично я считаю, что Донателла выглядит столь же эпатажно и вычурно, как и ее коллекции. Мне, например, иногда сложно понять тот микс цветов и принтов бренда Версачи, которые демонстрируются на показах мод в последние годы. Можно сказать, что между внешним видом Донателлы и ее творчеством царит полная гармония. Анна Винтур Грозный и авторитетный во всем мире редактор американского Vox 1988 года Анна Винтур – человек, который задает общую мировую моду и узнает обо всех модных тенденциях, чуть ли не самой первой. При этом она не демонстрирует на себе всех новинок индустрии и одевается чересчур консервативно. Еще будучи подростком, она стала носить кара с челкой, и сегодня эта прическа – фирменный знак Анны Винтур. Кроме этого, с 1994 года она носит один и тот же фасон туфель и очков, а силуэт ее нарядов меняется крайне редко. Чаще всего это приталенное платье с облегающей или прямой юбкой, а цвета ее комплектов редко бывают яркими. Чаще всего Анна выбирает что-то нейтральное. Стоит сказать, что таким скромным и консервативным стиль Анны Винтур был не всегда. В более молодом возрасте она могла позволить себе достаточно авангардные, например, металлизированные комплекты. Консерватизм Анны Винтур проявляется еще и в том, что она выступает против пластических операций и не стесняется своих морщин. Кроме того, пока молодые дизайнеры выступают за экологию и защиту животных, выпускают коллекции из эко-меха, Винтур предпочитает натуральный мех и не отказалась от него даже после неоднократных нападений на нее зоозащитников. Александра Шульман Увидев Александру Шульман в толпе прохожих, вероятно, вы подумаете, что это самая обычная женщина, как их множество по всему миру. В ее одежде нет ничего удивительного, и ничто не выдает в ней главного редактора британского УОК с 1992 года и одной из самых авторитетных представительниц мира моды. Она мало интересуется пластическими операциями и диетами и не боялась проявить свою позицию, будучи редактором модного журнала. Британский УОК во время работы Александры не публиковал статьи о пластических процедурах и способах снижения веса. Ее простые и непритязательные наряды демонстрируют и ее спокойное отношение к миру моды. Например, она считает, что ковровые дорожки – это не подиум, куда нужно одеваться во что-то эксцентричное, ультрамодное и заметное. Ей больше понравилось бы, если бы звезды одевали то, что идет их внешности и фигуре. Пусть это и выглядит скучно. После своего увольнения из британского УОК в 2017 году Александра Шульман выпустила статью в онлайн-издании Business of Fashion, где размышляла на тему того, почему Карл Лагерфельд или Анна Винтур при всех своих возможностях носить последние тенденции, законсервировались в одном стиле. Все дело в том, что модные эксперты боятся экспериментов, ведь неудачные из них станут причиной критики и даже потери репутации. Выверенный до мелочей стиль, пишет Александра, в бесконечном повторении снижает риски попасть под фонтан критики и быть обвиненным в безвкусице. Впрочем, сама Александра Шульман, судя по всему, не только боится экспериментов, но и не видит смысла в создании узнаваемого стиля. Сьюзи Менкес. Как, по-вашему, должен выглядеть модный критик, гроза модной индустрии, чьего комментария боятся даже именитые дизайнеры? Знакомьтесь, Сьюзи Менкес. Непримечательная с виду женщина тучного телосложения со смешным чубом на макушке. Кстати, эту прическу в стиле Мадам де Помпадур Сьюзи носит более 30 лет. Сьюзи Менкес когда-то училась на дизайнера одежды и планировала стать модельером, но позже поняла, что шить не ее призвание и стала модным журналистом. Ее не слишком заботят стандарты тела, задаваемые миром моды. Она не делает пластических операций и выглядит как самая обычная женщина, порой в сдержанных, порой в странных нарядах. Иногда ее одежда вызывает вопросы. Например, она носит сомнительные на вид коричневые плащи и куртки. Также Сьюзи Менкес против того, чтобы бренды одежды делали подарки редакторам модных журналов и модным критикам, а поэтому в ее гардеробе практически нет брендовых вещей. Но она на своем примере показала, что можно прекрасно разбираться в моде, рушить карьеры и вести к вершине пьедестала одной своей критикой, при этом не следовать этой самой моде. Как вы могли понять, люди, которые поистине разбираются в моде, которые диктуют европейскую и даже общемировую моду, редко следуют сами этой самой моде, и уж тем более они вряд ли похожи на однотипных красоток из инстаграма. Настоящий эксперт моды это не тот, кто слепо следует трендам, а кто имеет свое собственное мнение. Обязательно напишите в комментариях, о ком вы узнали впервые из этих модных экспертов, кто вас поразил больше всего, вообще что вы думаете об этих дамах. Ну а с вами была Наталья Ксенчак, если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!